Здравствуйте! Как всегда в это время по вторникам в эфире телерадиокомпания Щелкова, программа «Диалог». С вами я, ее ведущий Сергей Дадыко. Напоминаю, что программа наша идет в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию по телефону 496, это код города, 567-1440 и 567-1450. И задавать свои вопросы моему сегодняшнему гостю. А в гостях у меня сегодня благочинный церквей Щелковского округа, настоятель Троицкого собора города Щелково, протеерей Андрей Ковальчук. Здравствуйте, отец Андрей. Мы встречаемся с вами в начале пасхальной недели. Самый главный праздник всех христиан, поэтому хочу вас поздравить с этим праздником. Христос в воскресе, как говорится. Но и сказать нашим зрителям, что, наверное, несколько неожиданно появление в программе «Диалог священника». У нас есть специальная программа, которая выходит по средам, «Диалог о православии». Все вы ее прекрасно знаете, но, тем не менее, решили провести такой, ну, не эксперимент, да, но некоторую премьеру, что называется, впервые в программе «Диалог». У нас представитель православного духовенства, отец Андрей. Давайте вначале посмотрим видеосюжет о том, как проходило празднование Пасхи в Троицком соборе буквально два дня назад. Потом с вами тогда начнем разговор. Давайте посмотрим видеосюжет пасхальный. Давайте. Около тысячи человек пришли в храм к полуночи, чтобы стать участниками самой торжественной в году литургии, посвященной главному христианскому празднику – Пасхи. До полуночи все в храме напоминало о скорбных днях Страстной недели. Звучат последние великопостные молитвы. В Священном Писании не указано, в какое время Христос воскрес из мертвых, поэтому церковь по традиции начинает праздновать в полночь крестным ходом. Совершив круг, в процессе останавливается у закрытых дверей храма. Люди снова устремляются в храм, но он уже другой, светлый и праздничный. В самом торжественном пасхальном богослужении задействованы все священнослужители Троицкого собора во главе с благочинным церквей Щелковского округа. Для нас, христиан, верующих в Иисуса Христа, важно то, что Он сделал на земле. Он пришел для того, чтобы нас спасти. И одно из дел Его спасения явилось воскресение у из мертвых. Он победил в себе саму смерть, преодолел смерть, будучи живым Богом, который есть в вечной жизни. Пасхальное воскресенье – только начало торжеств. В предстоящие 40 дней до праздника Вознесения верующие будут прославлять воскресшего Христа. Отец Андрей, давайте поговорим о главном христианском празднике, о Пасхе. Что вообще значит этот праздник для всех нас? Я хотел бы, во-первых, поздравить всех телезрителей с праздником Пасхи и обратиться с пасхальным приветствием. «Христос воскресе!» Я знаю, что все ответили «воистину воскресе!» У нас так принято и в храмах, и в дом, когда приходишь, вот я, например, приезжаю домой и своим тоже всегда говорю в пасхальные дни «Христос воскресе!» И мне отвечают «воистину воскресе!» Ну, в этом сюжете кратко так уже было сказано о том великом событии, которое празднует православный мир о воскресении Господнем. Это самый главный праздник для всего человечества, не только для христиан, потому что Господь-то пришел спасти весь мир. И кто-то верит, кто-то нет. Кто-то в последние минуты верит в то, что есть Господь, и просит Его исповедовать, причастить. Мне вот за свои годы жизни и служения в церкви приходилось видеть таких вот закоренелых атеистов, которые в последние дни захотели стать христианином, вот христианами. И исповедовал. И потом вот в последние дни прямо человек светился, вот когда он принял крещение и причастился к святых христовых тайн. И исповедовал свои грехи, свои ошибки, признал. И человек меняется, преображается. И ради этого стоит жить. Ради этого апостолы шли на смерть, чтобы проповедовать истинное воскресение Христово. Потому что они знали, что есть вечная жизнь, которая самое такое великое благо. Человеческая жизнь, она делится как бы на три периода. Это жизнь в утробе матери, жизнь здесь на земле и жизнь вечная. И вот жизнь вечная зависит от того, как мы проживем жизнь на земле. Отец Андрей, я хочу обратиться к нашим зрителям, сказать, вот как вы сказали, что программа наша смотрит в том числе и закоренелые атеисты, и, наверное, люди других вероисповеданий. Но, тем не менее, поэтому будет наш разговор носить характер такой, скажем, полусветский, что ли. О том, что делает Щелковское благочиние у нас в районе, как взаимодействовать со светскими властями. Ну и хочу сразу предупредить зрителей наших, кто будет звонить, ну и вообще для, как говорится, информации, то, что храмы Щелковского благочиния, они находятся на территории Щелковского района, но занимают не весь район, поэтому некоторые церкви, которые, так скажем, достаточно далеко от города Щелково, подчиняются другому благочинию. Тем не менее, у вас, насколько я знаю, сейчас действующих порядка 25 храмов. Да, отец Андрей. 21 приход. 21 приход, но храмов чуть больше. Храмов больше, потому что, например, у Ревнева два храма. Ну да, у Медведских озеров тоже два. У Медведских озеров два храма, да. Хотелось бы узнать вообще, вот что такое Щелковское благочиние. Я посетил ваш сайт, у вас информация поставлена очень хорошо, и новости обновляются каждый день, и посмотрел, что в состав благочиния входит аж целых 12 отделов, по-разному они называются, и 6 комиссий. Причем некоторые, я так понял, совершенно занимаются своими религиозными, как говорится, делами. А очень многие, у меня даже список есть, взаимодействуют, понятно, с обществом, с гражданами, ну и, наверное, с районными властями тоже, конечно. Поэтому, вот, хотелось бы узнать, как работают, например, вот отдел по делам молодежи, чем он занимается? По делам молодежи. У нас есть День православной молодежи, где мы совместно с Николаем Николаевичем Павловым проводим мероприятия в светских учреждениях с участием православной молодежи. И наоборот, светские ребята с колледжа, вот к нам особенно у нас дружба завязалась, со школ приходят, чтобы посетить храмы, узнать, какие святыни в нашем районе находятся. И приятно, вот я был на дне православной молодежи в колледже, где ребята светские совсем, и как они вот соприкасаются, делают дела милосердия. То есть, кто-то из них помогает в Бирюляковском монастыре, кто-то помогает ветеранам. И это все то, что заповедовал Христос, творить делами милосердия. А одни ребята вместе с учителем ездят каждый год в Архангельск, и там помогают строить храм. И отдыхают, и трудятся. И они рассказывали об этом с такой радостью, с таким теплым настроением. Им кажется, что они отдохнули, а на самом деле они столько там помогли. Храмы разрушены. Нам досталось, нашему поколению, досталось восстанавливать храмы. И вот если вы назвали много здесь отделений у нас, ну как бы отделов, и по работе с медицинскими учреждениями, с военнослужащими, также с комитетом по образованию, особенно тесные у нас такие отношения. И мы имеем возможность, такая как бы площадка для работы, это рождественские чтения, где участвуют и школы, и священнослужители. И здесь очень много как бы точек соприкосновения у нас с ними. Если можно подробнее об этом мероприятии. Что это такое рождественские чтения? Где они проходят? Вот во всех школах, как вы сказали? Или на определенных площадках? В основном проходят на определенных площадках. Но те задания, которые получают, например, открытие рождественских чтений, проходит, ну, иногда у нас в Троицком соборе, конференц-зале, где собираются учителя, преподаватели основ православной культуры, духовное краеведение Подмосковья, и священнослужители. И проходит конференция. Каждый делится своим опытом работы. Потом в каждой школе дети получают задания. Например, пишут сочинения, пишут рисунки на тему Рождества Христова. Поют песни, стихотворения, какие-то из литературы сюжеты. Ведь раньше литература-то, она была, носила такой... Ну, понятно. Атеистический характер. Да, атеистический характер. Но у нас очень много есть, где проповедуется милосердие, проповедуется любовь к Богу, к человеку. И дореволюционная литература. Наши классики, да, поэты. И поэтому дети пишут свои сочинения, как они переживают это событие. Что-то из жизни. Потому что это не значит, что верующий человек пришел в храм, помолился и все. Верующий человек – это человек, который любит свою родину, любит свою семью, готов защищать ее. Это, ну, много как бы аспектов. Верующий врач – это что же, представьте себе, он перекрестившись, помолившись лечить человека. И, наверное, это легче проходит и операция, и все. Но я отошел от образования. Ну, от образования. Ну, хорошо, вы отошли. Я сразу задам вопрос. Есть отдел у вас в благочинии по работе с медицинскими учреждениями, раз уж коснулись мы темы врачей. И есть при наших больницах, ну, так скажем, наверное, домовые церкви. Да, потому что зданий, как таковых, нету на территории. Но, тем не менее, как проходит работа вот именно с медицинскими учреждениями? Ну, главная задача, конечно, священнослужителя – это совершать молитву, помогать людям найти дорогу к Богу. И когда вот попадает человек в больницу, то он больше думает уже и о Боге, думает о том, что… о своей жизни как-то подводит какие-то итоги. И может, даже задумаясь над этим, и вдруг узнает, что тут храм на территории есть. И многие приходят люди исповедоваться, причаститься к святых христовых тайнам. И как-то и на поправку идет здоровье. И уже потом приходят в храмы. Даже тех, кто не ходил раньше, а в больницу посетил. Для тех, кто находится в тяжелом состоянии, священник… У нас во второй больнице священник Евгений Трушин служит, который в нас как раз и взаимодействует со средствами СМИ. Он там несет послушание от Троицкого собора в больнице. У нас также есть и перинатальный центр. И там открыта молитвенная комната, где каждый понедельник в 11 часов совершается молебен. И мамы, которые там находятся, или врачи, которые в этот момент свободны, санитарки, в общем, могут все посетить этот молебен и получить какое-то напутствие. В течение недели приходится крестить священника, направлять в перинатальный центр. Потому что здесь у нас хорошие врачи, хороший центр. И дети рождаются. Я посещал недавно. И мне показывали, что даже 600 грамм, 800 грамм… Раньше это немыслимо было. Раньше это умирали. А сейчас выхаживают. А сейчас выхаживают, да. Ну и мамы переживают, хотят и молитвой подкрепиться. И вот обращаются к священнику. Отец Андрей, я понимаю, что, конечно, какой-то официальной статистики не ведется. Но, тем не менее, по вашим ощущениям, много людей приходят в такие храмы, которые при больницах, при перинатальном центре. Не дань моде это, как говорится? Все-таки люди с душой идут. Нет. Когда там находится человек, уже не дань моде. Дань моде, не знаю, может быть, это 90-е годы были, когда все рынулись в 2000-е годы, когда все пошли в храм. Может быть. Хотя я в это время, вот самая такая активная деятельность моя, как священника, вот началась с 90-го года. И я видел много людей. Приходилось за одну службу крестить 50 человек иногда в то время. Потому что люди почувствовали, что можно свободно верить. А когда в больницу человек попадает, то нет, это уже не дань. Это уже потребность. Давайте вернемся тогда к теме образования. Вы рассказали о мероприятии, которое недавно проходило, рождественские чтения. Я предлагаю сейчас посмотреть еще один видеосюжет о тех, вот тоже о празднике Рождества, но как раз о тех участниках, которые еще не умеют читать, которые еще не могут участвовать в рождественских чтениях, но тем не менее уже приобщаются к каким-то православным канонам. Давайте посмотрим, как проходило празднование Рождества в детском саду номер 12 «Солнышко». Веселые игры, конкурсы, викторины, сказочная история о том, как елка стала главным символом новолетия. И, конечно же, стихи и песни. В дни празднования Рождества Христова сотрудники и воспитанники детского сада номер 12 «Солнышко» решили отметить события утренника. Рождественский праздник был организован в рамках программы духовно-нравственного развития дошкольников, по которой в детском саду работают уже больше 10 лет. Воспитанников старший и подготовительный групп, педагоги совместно с их родителями приобщают к нравственным ценностям, закладывают основные принципы гуманной жизни, знакомят с идеалами добра и правды. Экскурсии в храм, экскурсии по достопримечательствам города, семинары, родительские встречи с чайпитием, акция «Рождественское чудо», акция «Посадить дерево», восстановление порушенных святынь. Мы ведь, выходя из детского возраста, начинаем сами себя как бы ограничивать. Умом, да, умом нам говорит, да, этого не может быть, логически тут это непонятно. На самом деле, очень многие вещи надо воспринимать действительно сердцем, открытым сердцем. Дети, они это совершенно спокойно воспринимают, поэтому для них это хорошо, спокойно, просто, да, войти в церковь. Если с детства их этому приучают. Отец Андрей, давайте. Хотел бы добавить. Да, добавьте, конечно, конечно. Да, как раз мы увидели сюжет, детский садик. Но у нас, можно сказать, все детские садики проводят мероприятия, связанные и с Пасхой, и с Рождеством Христовым. У нас пасхальные утренники бывают, дорога к храму. Это у нас много лет, к нам Лидия Николаевна Антонова приезжала, еще когда была министром образования. Сейчас Марина Борисовна. Эти мероприятия проводятся в разных городах. Подмосковье, а в Щелково тоже, как бы, все школы и все детские садики участвуют в Днях славянской письменности и культуры. Также у нас очень хорошее с комитетом по образованию. Гавриил Борисович Поляковский очень активно работает как-то со школами, чтобы они проявляли, дети проявляли милосердие. И у нас уже две акции прошло на помощь порушенным святыням. Вот Владыка благословил нам восстанавливать храм в Алакаламске. И дети очень активно собирали пожертвования. А как они собирали? Они делали какие-то подделки сами, с родителями. И потом их кто-то выкупал. И эти деньги они передавали на порушенные святыни. И я отчитывался на... У нас часто встречи бывают какие-то с учителями, со школьниками. И я докладывал о той сумме, которая была собрана в прошлом году и в этом году. Ощутимые деньги. И они уже пошли в дело. Отец Андрей, мы еще поговорим, наверное, во второй половине нашей программы о восстановлении храмов непосредственно на территории Щелковского района. Ну а вопрос такой, вот почему именно на нашей территории, да, но мы, так скажем, собираем средства на восстановление храма, скажем, в том же Алакаламске. Вот с чем это связано? Там просто очень много храмов разрушенных. И само благочиние, вот те священнослужители, которые находятся, они не могут. Там же мы знаем, что Иосифоволодский монастырь там есть, где тоже Министерство образования участвует в помощи сбора средств для этого монастыря. И Владыка распределил, вот мне вот, может быть, так, по жребию, что ли, не знаю, получил я благословение на восстанавливать храм в Алакаламске. Я об этом на закрытии рождественских чтений сказал, и меня тут же поддержали. Вот буквально через месяц, полтора уже была проведена вот эта акция, где было собрано 400 тысяч рублей, не шутка, 403 тысячи. И мы их использовали на вычинку стен там. Это вот в прошлом году было. Ну и завершая, если разговор об образовании, да, о взаимодействии с комитетами нашей районной администрации, комитет по физкультуре и спорту и работе с молодежью, комитет по образованию, у нас на территории района есть православная гимназия Ковчег, которая имеет свои филиалы и в других, так скажем, населенных пунктах ближайших. Если можно, чуть подробнее о том, что это за учебное заведение, кто там учится, ну и кто туда приходит, так сказать. Ну, православные семьи, вот кто ходит в храм, им хочется, чтобы ребенок учился в православной школе. У нас школа, вот филиал Щелковское отделение православной гимназии Ковчег и Притроицком соборе, например. И наши прихожане, вот их дети там учатся. Школа, как и все, только дополнительно есть еще предметы православные, молитва. Ребята участвуют в двунадесятых праздниках богослужения. Мероприятия проводятся. Когда приходишь к ним, вот на пасхальный утренник, даже на... Завтра у нас, кстати, будет пасхальный утренник гимназии. Это где-то пол-одиннадцатого, наверное, сразу после службы, после крестного хода. То иногда вот прямо сидишь, хоть взрослый, но слезы плачешь из-за того, что так дети умело представляют добродетели через какие-то сказочные сюжеты. Просто сказка обыкновенная. Они так вот это все представляют. Добро, вера, милосердие звучит из их уст. И кажется, что дальше в жизни они, наверное, будут стремиться воплощать это в своей жизни, в своих поступках, в отношении к родителям, в отношении к ближним, в отношении всех окружающих. Это непросто, но это потребность души. Ребята вот тоже у нас в гимназии готовились к пасхе, рисовали, а потом лучшие рисунки были выбраны и сделаны открытки. Это пасхальные открытки, так я понимаю. Да, вот здесь птичка сидит, здесь куличик, вот преподемо, да, самовар, тюльпаны уже, вот здесь вот верба, куличик. То есть праздники, которые вот недавно были, а Пасха вот сейчас она идет, сейчас у каждой семьи на столе, наверное, когда садятся кушать, кулич есть. А Великую Субботу вот мы раздавали такие книжечки всем бесплатно, это акция такая, Московская епархия проводит, и еще книга о молитве. И все, кто хотел получить, вот приходили, даже некоторые же приходят раз в году осветить куличи, и вот прочитав эту книгу, они понимают уже о православии, о праздниках. Отец Андрей, чтобы завершить тему образования, да, по поводу православной гимназии Ковчег. Вот мы очень много говорим в последнее время о том, что не хватает места у нас во многих школах, особенно в микрорайонах, которые только что недавно застроены. Губернатор поставил задачу ликвидировать к 20-му году вторую смену в школах, соответственно, построить больше школ. Ну, а вот в Ковчеге, так скажем, хватает мест для всех желающих? У нас не хватает, конечно. У нас потребность есть, мы могли бы принять и 200 человек, у нас 100, и школа заполнена, потому что находится в здании дома притча, и мы не можем набрать полноценной классы. Вот если было бы свое здание, ну вот сейчас ведется работа над тем, чтобы получить здание 911 года, которому нужна уже реконструкция. Это здание использовалось колледжем и находится недалеко от Роицкого собора, и мы вот заинтересованы его получить. Вот сейчас работаем с Министерством образования, с Министерством по имуществу Московской области. Владыка Ювенали поддержал наше предложение. Алексей Васильевич Валов и Надежда Владимировна Суруцева тоже поддержали эту идею, и я думаю, что получится. Ну, может быть, не в этом году, а может, через год получится как-то получить это здание уже. Хотя уже у нас оно, вот, с апреля месяца уже в аренде, мы пока арендуем его, но пока учиться там нельзя. Так вот, пользуемся спортзалом. Ну, вообще, вот вы сказали, здание 911 года, это старше нашего Троицкого собора, аж на 5 лет практически, да? В каком у нас состоянии это там? Можно вообще не опасно находиться? Нет, не опасно так. Там просто, ну, не можем мы полноценно туда запускать, там много детей. Просто вот в спортзале, например, один-два класса, это немного, и там, это не опасно абсолютно. Потому что раньше строили крепкие здания. Ну, наверное, сейчас крепкие строят, но я имею в виду, там, проверяли уже. Сейчас мы... Может, лучше его перестроить полностью, нет? Как-то реконструировать. Вопрос идет о реконструкции. Мы подготовили уже концепцию проекта, такой вот, и очень красиво получается, где использованы уже все современные технологии и современные требования к школам. То есть это будет современная школа на 220 человек. Если нам вот это все разрешат, и войдем в какую-то программу, может быть, потому что так это не осилить своими силами, это огромные деньги. Новый спортзал, новый актовый зал, классы. Стены там крепкие, вот, и стены можно использовать. А остальное надо, вот, где спортзал, где актовый зал, это все достраивать надо. Но мы работаем над этим, чтобы подготовить документы для того, чтобы их подать на утверждение. Спасибо, отец Андрей. Я напоминаю нашим зрителям, что сегодня в гостях у программы «Диалог» благочинной церкви Щелковского округа протеерей Андрей Ковальчук. Мы вернемся к вам после небольшого перерыва. Не переключайтесь. Продолжаем программу «Диалог». Напоминаю, что в гостях у меня сегодня благочинный церквей Щелковского округа настоятель Троицкого собора города Щелково протеерей Андрей Ковальчук. Еще раз здравствуйте, отец Андрей. Христос в воскресе. Поистину в воскресе. Начало пасхальной недели, главный праздник всех христиан. Но мы с вами будем говорить, продолжим, вернее, говорить о, так скажем, более о светском направлении деятельности Щелковского благочиния. Много интересного вы рассказали в первой части нашей программы. О том, как работает ваше, не знаю, учреждение, можно так назвать, наверное, нельзя. Но, тем не менее, как она взаимодействует и с районной администрацией, с подразделениями администрации. Поговорили об образовании, так скажем, о делам молодежи. Но еще у вас в благочине, я знаю, есть отдел, который называется очень так серьезно, отдел по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями. Вот чем занимается этот отдел? Ну, вот возглавляет его священник Дмитрий Выдумкин, настоятель Богородицы Рождественского храма в Образцово. Он активно очень так, когда получил вот это, ну, не назначение, а благословение, как бы работать в этом отделе и возглавлять его, он активно очень взялся. У нас новобранцы идут служить в армию, получают напутствие священника. Вот, каждая группа ребят, которые уезжают, там в 8 утра священник приезжает из отдела нашего, да. Там не только отец Дмитрий, есть 5-6 священников, которые помогают. И благословляют ребят, беседуют с ними. Также в воинских частях есть молитвенные комнаты, где солдаты срочной службы встречаются со священником. Священник какие-то лекции читает, какие-то беседы проводит, исповедует. Помогает ребятам, чтобы не было вот и... Ну, у нас суициды, вот, раньше как-то бывали, сейчас, слава Богу, реже это все. Ну, священники нашего благочиния приходят сюда, в воинской части. Да, вот, у нас в Загорянке вот храм строится, в воинской части Георгия Победоносца. Я вот буду служить в этом году, 6 мая, там, 95 лет части. Храм уже... Это учебный центр железнодорожных войск? Нет. Другая часть? Да, другие, там, разведчики, да, школа. Там офицеры служат в основном, но есть и солдаты срочной службы. Потом и в железнодорожных войсках тоже, каждая присяга с участием священника. И ОМОН, и в Чкаловском. Ну, вообще все части у нас, как бы, взаимодействуют со священниками. Какие-то мы мероприятия, мы проводим с командирами в Троицком соборе, например. Раз в году встречаемся, молебен проводим и разговариваем, беседуем, слушаем командиров, слушаем священнику, которые закреплены за этими частями. Что нужно сделать, вместе принимаем решения. Также силовые структуры, полиция, госавтоинспекция, безопасность движения. Это вы работаете с их сотрудниками, ну, я тут уже переключились на правоохранительные органы. Но, тем не менее, еще, как говорится, у этих организаций есть такие достаточно своеобразные клиенты, в кавычках так будем говорить, да, ну, я не знаю, может быть. Если с церковной терминологией, да, сказать, что это заблудшие души, да, ну, а по-нашему лица, переступившие закон, вот с ними вы какую-то работу проводите? Да. У нас вот по понедельникам, например, проезжает священник. Мне помогает в этом священник Виктор Долгих, это настоятель князя Владимирского храма в Новофрязино, это кладбищенская церковь. А батюшка, он раньше юрист был, такой вот, принял сан уже в таком зрелом возрасте, и очень активно тоже взялся помогать в работе с правоохранительными органами и с ребятами, которые кто-то попадает туда, и с ним и беседу вот он проводит. Какую-то роль это играет вот в итоге? Люди, я не знаю, они сами верующие или нет, или приходят к вере вот после таких бесед? Ну, с теми, кто хочет беседовать, кто хочет, потому что они же тут находятся тоже в заключении, так просто если кто-то хочет, вот священник с ними проводит беседу. Но есть, каждый раз 3-4 человека поговорят. Там на территории есть часовня царевича Алексея, где совершаются молебны, совершаются панихиды. У нас есть дни памяти и погибших сотрудников, которые отдали свою жизнь, защищая ближних или защищая интересы страны, и там вот матери, близкие дети приходят, чтобы помолиться. Вот недавно у нас было столетие Щелковской милиции, и мы совершали там вместе как раз с отцом Виктором, совершили панихиду, беседовали с родителями, с родственниками погибших ребят. Также у нас есть фонд «Милосердие», мы взаимодействуем с ветеранским отделом, с ветеранской организацией тоже полиции. И, ну, какую-то помощь ежегодно от Троицкого собора мы выделяем раненым ребятам, которые сотрудники полиции ранены и требуется какая-то помощь. Государство, конечно, выделяет все, но все равно какая-то помощь нужна, что-то купить. Мы тоже участвуем в этом, помогаем. Отец Андрей, я знаю, что вы являетесь членом общественного совета при нашем межмуниципальном управлении МВД России «Щелковская». Вот как вам удается сочетать, скажем так, пастырское служение с общественной работой? У нас просто многие сотрудники, их семьи являются нашими прихожанами храма Щелковского благочинения, в частности. И кто-то в Покровский храм ходит, кто-то в Никольский, в Жигалово, кто-то в Троицкий собор, кто-то в Спарительницах, в Любово. И, конечно, те, кто приходят ко мне в Троицкий собор, тоже беседы проводишь. Некоторые приходят в Миряне оказать помощь, просят, что вот то-то, то-то случилось, вот как мне. Они в начале к батюшке идут. А я тут же уже знаю, кому позвонить, вот созваниваюсь с сотрудниками, чтобы оказать помощь. И это очень оперативно. И у меня получается, что каждый в неделю по несколько человек, вот так, какие-то вопросы решаются, помощь людям, которые попали в какие-то затруднительные положения. Или начальнику полиции звоню, там, или мы встречаемся. Да, и вот эти вопросы решаются как-то, людям, помощь. И, конечно, с сотрудниками беседы проводятся. Вот недавно перед Пасхой у нас была беседа в актом зале, я проводил, там человек 150 было сотрудников. Ну, разговаривали о жизни, о Страстной Седмице, о Пасхе. И, ну, вроде бы интересно было сотрудникам это. Дядя Андрея, есть еще такой, скажем, неблагополучный контингент среди жителей нашего района, которые еще не переступили закон, но, возможно, близки к этому. Я опять вот иду по списку ваших отделов, да, Щелковского благочения. Отдел есть у вас такой по борьбе с алкогольной угрозой и наркотической зависимостью. Вот какую помощь церковь может оказать этим людям, которые, ну, вот, не знаю, или больные, или просто не очень, так скажем. Ну, вот, на самом деле, помощь оказывается. Во-первых, есть у нас в Щелковском благочении общество трезвости. Есть также клуб анонимных алкоголиков, клуб анонимных наркоманов. У них проблемы с местом, где встретиться можно. И когда ко мне обратились, я тут же выделил священника им и выделил место, где можно встречаться. И там два раза в неделю у нас проводятся встречи, где приходят или мамы, или жены, или же ребята, которые осознали, что не могут с собой, сами себя уже побороть, вот этот недух. И там те люди, которые перешли уже через эту черту и поняли, что это великое зло, они делятся опытом. И мы просто предоставляем площадку. И с ним и священник также, который, как бы, направляет. У нас священник Дмитрий Третьяков, клирик собора, он и миссионерский отдел возглавляет при благочении. И также вот работает с зависимыми, скажем так, людьми. И вообще... Результат какой? За последнее время, я как раз хочу сказать, что тут мама подошла, на колени падает. Я говорю, что вы, я ее поднимаю. Ее сын перестал петь, устроился на работу. Другая вот ходит, вроде бы, ну, борется с собой, но уже меньше стал пить. Это, конечно, очень боль такая для и общества, и для семьи, когда вот человек пьет. Но пытаемся вот. Также взаимодействуем и с администрацией, тоже проводятся совместные мероприятия. Алексей Васильевич, глава района Щелковского муниципального, он очень активно во все сферы старается помочь, все, чтобы людям легче было, чтобы лучше было. И, в частности, в эти вопросы тоже вникает во все. Давайте еще теперь повернемся к делам церковным, хотя, конечно, ну, все равно не чисто церковным, все равно связанным, конечно, с жителями нашего района. Мы уже в начале нашей программы говорили о такой акции, да, восстановим порушенные святыни, правда, дело касалось храмов не нашего района. Ну, а как обстоят дела по реставрации, так скажем, да, не будем говорить восстановлению, реставрации уже существующих церквей, которые, ну, так скажем, не в идеальном состоянии. Я просто недавно был в Богослово, там, Казанский собор, ну, так скажем, его состояние оставляет желать лучшего. Вот что делается в этом направлении? Ну, есть настоятель, который, вот, обещает, что в этом году будут подвижки. Каждый год что-то делается там. Ну, приход бедный, конечно, там не так много людей. Мы уже, я думаю, что вот как-то по-сепасски будем встречаться с главой района, и там вот тоже Марина Александровна, глава поселения Гребневского, потому что Богослово Казанский храм входит в Гребневское поселение. Но он входит еще, извините, я вас перебью, он входит и как памятник исторического значения. Да, исторического значения. Поэтому, может быть, какие-то средства можно достать со стороны? Но мы его не стали включать из-за того, что служба совершается. В нем батюшка очень активно, он четыре раза в неделю там совершает литургию. То есть активно служит, многодетный священник. Дети все его там помогают, трудятся. Община крепкая, но своих средств не хватает. Но они каждый год что-то делают. Каждый год приезжаешь, у них что-то сделано уже. И, может быть, это не так важно, как важно иметь крепкую общину. Я думаю, что иногда полезно, медленней. Просто у нас в области есть... Просто где-то стены остались, где-то колокольня стоит, храма нет. И владыка насчитал таких 250 храмов. Составили сметы по каждым этим храмам. И у нас владыка Ювеналий вместе с губернатором области Андреем Юрьевичем Воробьевым является сопредседателем этого фонда. И владыка четко... Андрей Юрьевич, это у него своих проблем много. Да, но он вникает и помогает. А владыка Ювеналий контролирует все. То, чтобы у нас ни одна копейка, ни один рубль никуда-то уходит. Даже в сторону никуда не уходит. Все это идет по назначению. Но вы сами понимаете, чтобы храм один восстановить, это не менее 50 миллионов надо. Вот мы столкнулись в Волоколамске, там вот такая смета примерно. Это не говоря о росписи внутри еще. Вот такую вы назвали сумму восстановить, а построить не дешевле ли будет? Ну вот у нас за последние, скажем, два десятка лет появилось несколько храмов благочиния. Ну я не знаю, это и Медвежьих озерах, храм Ксении Петербургской, и Николая Страстосердца на Чкаловской. Я все, наверное, не помню. Там и Алексей, Человека Божий, он тоже новый храм деревянный. А, Медвежьих озерах, да. Я как раз был настоятельный. Перед каменным храмом. Обо всех не вспомнишь. Планируется в ближайшее время строительство еще церквей? Значит, еще я к владыке не обращался, но в этом году мы совершили освящение куличей в деревне Мизинова. И там люди давно просят храм, но как-то вот один священник нашелся сейчас, который готов возглавить это. Но чтобы возглавить, нужно получить землю. Я могу к правящему архиерею обращаться после того, как будет уже земля. То есть, где строить за благословением могу обращаться. И я думаю, что там вот в Литвиново у нас храм строится. Там произойдет в ближайшее время небольшая реконструкция того храма, который строился, потому что оказалось там людей много. И тот, который там есть, он не вмещает уже желающих. Ну, в Медвежьих озерах у нас еще не достроен храм. Тоже там работы много. Там колокольню еще нужно строить. И два предела, входные части в храм. Ну и Никифорово еще храм строится? В Никифорово, да. В Никифорово там просто проблемы возникли у главного застройщика, благодетеля. И поэтому там такой перерыв сейчас. Храм красивый, проект. Но пока в ожидании находится. Я предлагаю посмотреть нашим зрителям и вам, отец Андрей, еще один видеосюжет о том, как летом прошлого года мы отмечали День Щелковских Новомучеников, День памяти Щелковских Новомучеников. И потом поговорим еще дальше об этом направлении. Давайте посмотрим. В 2008 году пять щелковских священнослужителей были причислены к лику святых новомучеников. В годы богоборческих гонений они служили в различных церквях Щелковской земли. Были арестованы, погибли, но от веры не отказались. Ежегодно их чествуют перед праздником всех святых в земле российской просиявших. В этом году память щелковских новомучеников отмечали 15 июня. Божественную литургию молебен святым отслужил епископ Зарайский Константин. О Господа нашего Иисуса Христа, и любви Бога и Отца, и причастия святого Духа, будешь со всеми вами. Какие общества герои, какие общества ориентиры, такое само общество. И поэтому для нас, для нашей страны, для церкви важно знать своих героев. И вот в сложное время, время советское, были люди, которые во время гонений на веру оказались верными. И верными оказались до конца, даже до смерти. Щелковские новомученики Александр Крутицкий, Михаил Никологорский, Василий Сунгуров, Василий Крылов и Сергей Кудрявцев погибли с 1937 по 1942 год. Кого-то расстреляли, а кто-то умер в заключении. Почтить память людей, отдавших жизнь за веру в Бога, несмотря на будний день, пришли сотни людей. В Божественной Литургии принял участие хор Московской епархии под руководством священника Сергия Голева. Отец Андрей, пять новомучеников, да, это все священники нашего Щелковского района, но понятно, что их было значительно больше. Предстоит ли дальнейшая канонизация священников нашего района? Ну, речь идет о тех людях, которые погибли в годы атеистического гонения. И есть имена, но как бы не поступали какие-то, что именно канонизировать. Но они вот трудились, они совершили подвиг, но именно выбранные вот те пять, которые вот нас прославлены, да, может быть, да, может быть, в дальнейшем будет, когда будут доступны будут какие-то акты, какие-то архивы, может быть, дальше продолжится работа. Спасибо, отец Андрей. Наша программа подходит к концу, но я предлагаю в конце посмотреть еще один видеосюжет о том, как праздновалось, вот уже почти два года назад празднование 100-летия Троицкого собора, где вы, настоятель, у нас приезжал владыка Ювеналий, и, в общем-то, такое тоже очень было знаменательное событие. Это сводный хор Московской епархии, детский сводный хор, выступал впервые вообще в истории в нашем Троицком соборе, поэтому давайте посмотрим сюжет. Это впервые в Московской епархии. Впервые в Московской епархии, ну, я и говорю, да, естественно, на территории Московской области. Самый большой храм, да, чтобы... Поэтому давайте посмотрим, как это было. ПЕСНЯ И эти дети, которые сегодня выступали, они пели в своих храмах, пели в своих соборах, в своих районах. Причем интересно, что мы поставили такую, ну, условную планку, там, не младше 9 лет. А вы сегодня могли наблюдать, что были детишки гораздо младше 9 лет. Почему? А потому что они, когда узнали, что они немножко не проходят по возрасту маленьких, они сказали, что мы все выучим, мы выстоим все спевки, мы будем добираться в любую точку Московской области на репетиции, только возьмите нас. И поэтому мы, конечно, не смогли им отказать. Впечатляет, безусловно, количество детей, которые сейчас поют. Я считаю, что это правильно, что нужно воспитывать детей именно в церковном душе. Это дает им известную дисциплину, это дает им тоже благородство и так дальше. Так что, во всяком случае, вера всегда облагораживает. В память о мероприятии, посвященном столетию освящения собора Святой Троицы, митрополиту Крутицкому и Коломенскому ювеналию подарили икону Воскресения Господня, священникам Щелковского облагочения, награды Московской епархии. Каждый юный участник праздничного богослужения получил от владыки ювеналия молитвослов для детей, икону Страстотерпца Царевича Алексея и книгу о Троицком соборе города Щелково. Думаю, что в веках он будет теперь стоять, люди будут здесь прославлять Господа. И на всех жителей Щелковского района и города призываю Божие благословения. Вот Владык нас благословил, можно заканчивать нашу программу. Большое спасибо вам, отец Андрей, что нашли время прийти к нам в студию. Спасибо за ответы на вопросы. Напоминаю нашим зрителям, что сегодня в гостях у программы «Диалог» был благочинный церквей Щелковского округа, настоятель Троицкого собора города Щелково, протеерей Андрей Ковальчук. Это была программа «Диалог». Смотрите нас каждый вторник на Щелковском. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»